Здравствуйте, меня зовут Искандер, я программист и марафонис. Так, я зашёл, всем привет. Отлично. Так, ну, во-первых, привет. Привет, привет. Как настроение? Да нормально, я вот только что массаж закончил делать себе. Вернее, только закончился сеанс массажа, вот я и поэтому и опоздал. А после массажа настроение всегда хорошее. Нормально. Смотри, я вкратце расскажу ещё раз тебе и всем зрителям, которые подключились сейчас вместе с тобой. Да, расскажите, на что я подписался вообще. А сейчас, получается, и мои зрители тоже с моего колонта люди заходить будут, да? Я так понимаю, да, потому что у нас... Да, можно чуть-чуть подождать буквально минутку, чтобы зашли, больше людей услышал о правилах. И я в том числе, а то я не знаю, какие правила вообще, на что я подписался. Слушай, ну это самое интересное. Ну давай, тогда пока на отвлечённую тему, вопросы, которые не учитываются у нас в правилах нашего таймера. Пока просто, смотри, 26 минут и 17 секунд будет у тебя времени. Как ты думаешь, почему именно 26 минут и 17 секунд? Что это? А, ну я почти так десятку бегу. Я так планирую в ближайшее время десятку пробежать по шоссе. Ну ты очень близок, так почему 26-17? Ну это мировой рекорд на 10 километрах. Да, это мировой рекорд на 10 тысяч метров. А кому принадлежит? Какой-нибудь Рональд, не знаю. Слушай, Искандер, ты точно из современного поколения, который не помнит, как почти 15 лет назад кинениса Бекеле. Бекеле, Бекеле. Я так хотел сказать Бекеле. Точно. Блин, если Бекеле сейчас ещё мировой рекорд побил на марафоне, получается, он бы был обладателем двух таких. Ну слушай, да, да, да. Ну ему там чуть-чуть мы не дождались этого. Ну всё, я думаю, мы можем начинать, кстати. Да, слушай, как раз у нас, смотри, у нас сейчас нас смотрят порядка 200 человек. Это очень важно. Важно в каком плане? Как я уже сказал, у тебя будет 26 минут и 17 секунд. Я запущу таймер обратного отсчёта. И за это время твоя задача будет ответить на как можно большее количество вопросов. Откуда вопросы? Вопросы мы собирали у нас в аккаунте, в аккаунте Таймермена, где собралось более 70 вопросов. Да, я все её, думаю. 70 вопросов, фигня. То есть мне надо отвечать как можно быстрее, при этом как можно интереснее, чтобы не лайкали их. Всё правильно. Но теперь смотри, да, то есть если у нас 200 человек, соответственно у нас по нашим правилам это 10% людей должны лайкнуть. Ну то есть условно 20 лайков должны проставить люди, прежде чем мы перейдём к следующему вопросу. Как ты замучаешься считать же эти 20 лайков. Давайте порепетируем. Вы же хотите, чтобы я выиграл в этой рубрике. Давайте будем проверять. 20 лайков, давайте. 20 лайков, 20 лайков. Это вот такие. Ну, ручка тоже пойдёт. Три, четыре. Ну где же 20 надо, 20, 20. Нет, так не пойдёт. Чё-то не лайкают медленно. А, тут ещё Инстаграм ещё. Тут есть задержка порядка 3-4 секунд. И получается 20 лайков, это чуть ли не минуты мы будем ждать, пока они все залайкают. Ну, во время того, как ты будешь отвечать, они, в принципе, будут лайкать. Мне кажется, ты хочешь поторговаться. Вот спрашивают, кстати, что за мужчина сверху, я отвечу. Это организатор казанского марафона. И всех серий марафонов, и не только марафонов, и не только беговых событий. Я правильно понимаю? Всё правильно. Ты говоришь, да, Тиммермен. Тиммермен в Татарстане называется. Это серия соревнований. Ну и, в принципе, сейчас вот такое, пока у нас время карантина. Разбавляем такую интересную штуку. Вот, люди догадались ставить по 4 лайка сразу. Это считается. Будем считать за 4. Вот, вот, всё, 20. Отлично. Ну что, начнём? Я предлагаю уменьшить, действительно, потому что задержка будет серьёзная. До 10 лайков от разных аккаунтов. И в целом, как бы, мы сможем тогда таким образом посчитать. Добро? Да. Договорились. Итак, я запускаю таймер 26 минут, 17 секунд. Поехали. Надеюсь, нормальные вопросы там. Да, нормальные, интересные вопросы. Кто придумал идею для последнего вашего видеоролика, Эсхандр? Что я прослушал? Кто придумал идею для последнего вашего видеоролика? Конечно, я придумал. Но люди потом дополняли её. А что там? На самом деле идея там была не одна. Там же каждый вносил свою зиминку. И каждый придумал свою часть. Вот и всё. Я придумал, что мне кроссовок прилетит в голову. Всё просто. То есть остальные придумывали каждый себе своё? Три, четыре? Ну да, мы там общались, обсуждали, как это будет. У нас был общий чатик. Мы приглашали новых людей, присоединялись. Мы потом думали, какую музыку выбрать и что сделать. И десятый. В общем, там было бурное обсуждение. Любил ли бегать в детстве, в школе сдавая нормативы, например? Нет, я помню, как я во время какого-то там старта прибежал предпоследний. Я думаю, вообще это бег. Не понимаю, но правда там дистанция была 600 метров вокруг озера. Предпоследний. Это были районные соревнования. Кто же знал, что всего-то надо было тренироваться, чтобы обыгрывать потом всех этих ребят. Восемь. Девять. И давай. Десятый есть. Ага. Знаешь ли татарский язык? Если знаешь, скажи что-нибудь на нём. А я, альбето, билям, лякина, анатабашладам, татархитильны. Анатам. Три. Переведи теперь хотя бы. Ну, знаю, но уже забываю язык, потому что я его вообще не практикую и даже акцент, наверное, может появляться. Но я его по-прежнему понимаю отлично. Всё, что говорят, я всё понимаю. Девять. Десять. Есть. Дальше. Теперь тот же язык. Какие, знаешь, языки программирования? Ох, мы начинали с Pascal, когда я поступил. Потом изучали C, немного C++, Java даже захватывали. Но всё это забывается. Ассемблер даже был. Но сейчас я использую только Swift и немного на TypeScript я пописал. Пришлось. Вот. Поэтому Swift знаю отлично, Objective-C знаю более-менее, а остальные уже всё забыл. При необходимости вспомню. Видимо, люди не особо разбираются в языках программирования. У меня пятый лайк только. Ну, расскажи про такой сторонний вопрос вообще. Ну, как бы продвигаешь ли ты сейчас знания свои как-то? Продвигаю или я? Ну, я имею в виду, ты развиваешь или вот всё, что умеешь. Ну, приходится, потому что программирование такая область, где нужно всё время изучать что-то новое. Чуть-чуть затормозишь, всё, ты отстал от всего этого поезда. Есть десятый. Есть десятый. Я считаю в виду. Как думаешь, какой совет или лайфхак самый глупый для бегунов-любителей? Бежать с пятки. Самое тупое. Ну, либо с носка. В общем, на самом деле нет здесь правила, как бежать правильно. У каждого своя особенность, своё строение ног. Красиво бежать с носка, но это вовсе не означает, что это для вас правильно. Удобно бегите с пятки, удобно бегите с носка, удобно бегите. Наступайте на всю стопу вот так, перекатом. Каждому своё. Семь. Рассказывай что-нибудь ещё. Так, дайте мне кофе, пожалуйста. Спасибо. Слушай, тебе даже говорить ничего не надо. Люди сами лайкают. Десятый есть. Как совмещаешь работы, тренировки и семью? График на работе свободный? Нет, на работе график не свободный. Работаю, как и все, пять-два, восьми-девятичасовая рабочая неделя. Рабочий день, восьми-девятичасовой. Просто разделяю. Во-первых, тут большое понимание семьи, которая идёт навстречу. Но разделяю. Утром тренируюсь, днём работаю, вечером тренируюсь на выходных с семьёй. Всё просто. Я думаю, про семью можно ещё, потому что только пять лайков пока. А там задержка идёт. Сейчас прилетят пять лайков, я могу даже молчать. Рассказывай всё равно. Вот, встаю где-то около семи-восьми утра обычно, если в Москве. Сейчас я встаю в шесть. Делаю утреннюю тренировку, начинаю работу. На удалёнке намного проще. На удалёнке можно начинать рано работать. Десятый. Дальше. Почему Степан бежит быстрее, чем ты? В чём отличие между вами? Беговой стаж или психология? Беговой стаж. Его выручает только беговой стаж. Он набегал больше километров, чем я. Он больше лет бегает. У него было больше времени подготовиться. Всё просто. Мне нужно ещё чуть-чуть времени. Чуть-чуть. Он постареет. Я ставлю на сильнее. И всё. Всё станет на свои места. Четыре лайка рассказываешь. На самом деле... Нет, беговой стаж играет огромную роль. Все набеганные километры, они не пропадают даром. Они все идут в копилку. И это всё потом помогает развиваться дальше и дальше. Главное всё это делать стабильно, без остановки, без задержек и не перебарщивая. Так. А что, сердечки в сети считаются же, да? Я считаю сердечку. Да, девять, десять. Всё, есть. Идём дальше. Как думаешь, в Nike Alpha Fly смог бы оббежать Киселёва? Блин, это хитрый вопрос с подвохом. Я являюсь контрактным спортсменом Adidas. Поэтому комментировать другие кроссовки, хорошо или плохо, я не могу. Это будет некомпетентно с моей стороны. Лучше всего я просто не буду ничего говорить про эти кроссовки. Что бы я ни сказал, я поставлю себе неловкое положение. Так что... Придётся тебя о чем-то другом быстренько рассказать. Чтобы тебе поставили ещё шесть лайков. Вот. Но когда Adidas выпустит что-то похожее, я уверен, прибежав в них, я смогу это сделать. Потому что все бренды сейчас начнут выпускать какие-то крутые кроссовки. Есть. Дальше. Расскажи об употреблении витаминов. Уколы, капельницы. Не слабо? Слабо сделать капельницу. Я боюсь уколов. Я боюсь иголок. Поэтому я вообще, я ни разу ничего не ставил себе внутривенно. Когда-то пил какие-то восстанавливающие таблетки. Типа панангина, помню, было такое. Но я никак не восстанавливаюсь. Никаких медикаментов вообще не использую уже много лет. Запрещенные я вообще никогда не использовал. А разрешенные сейчас не использую уже точно. Тоже в том числе. Не знаю, что я последний раз вообще мог пить из того, что разрешено даже. Ничего. Я даже всякие изотоники-то пью редко очень. В общем, только еда, вода, соки, фрукты и все вот это. Почему изотоники? Не вкусно, не нравится? Я лентяй. Их разводить надо. Их надо с собой водить. Мне просто влом все время. Я забываю. Мне проще сделать все. Все, есть. Идем дальше. Ты правда считаешь, что любимчик у тренера? Да, конечно. Это написал по-любому кто-то из нашей группы беговой. У нас большая группа «Беговой монастырь». Я там главный любимчик. Но ничего с этим не поделать. Просто пока другие не дотягивают по каким-либо качествам до меня. Ну, все возможно. Ребята, которые тренируются со мной, не отчаивайтесь. Все возможно. Вы когда-нибудь сможете тоже стать любимчиком. Ну, как минимум дождитесь, когда я завершу карьеру. Всего-то. То есть пока еще пять лайков. Пока тренер больше всех любит меня. Он сам не признается в этом, но это чувствуется во всем. Тут даже добавить нечего. А знаешь, как... Так, еще четыре лайка. Еще четыре лайка. Там, знаешь, как табельница выглядит. Знаю, даже видел, как люди ставят ее. Приходилось. Еще два лайка, и мы перейдем дальше. Коронавирус Атлетикса. Огонь. Так, вы лучше не комменты пишите, а лайки ставьте вот эти. Искандер, самая крутая и самая ужасная тренировки в твоей жизни. Одиннадцатый вопрос. Самая крутая в Кении. Я всем ее рассказывал. Мы в Кении встали в 3.40 утра. Поехали в 40 километров от Итона. Спускались вниз по серпантину. Ночью спускались. Место недалеко от того, где тренируются кипчоги. Вы уже можете начинать ставить лайки. И мы стартовали где-то полшестого. И побежали 20 километров вверх в гору с набором 1200. 20 километров с набором 1200. Мы тогда забежали ее. Вот я прибежал четвертый. В группу большая была. Ужасная тренировка. Она вот все, сплошняком вверх была. Я прибежал, по-моему, четвертый. Средний темп у меня был 4.27. При том, что мы там убивались. А рассказывали, что кипчоги бежит по 3.45. Такую тренировку. Братан, все, отлично. Идем дальше. Сможешь пробежать десятку спиной вперед? Ну, смогу. Но зачем? Зачем? Какой в этом смысл? Ради рекорда Гиннесса разве что можно пробежать. Давай уточним. За сколько сможешь? Вот это интересно. Я думаю, из пяти минут смогу. На километрах? Да, из пяти минут смогу. А быстрее уже сомневаюсь. Мне кажется, очень тяжело бежать все-таки спиной вперед. Еще много есть вариантов с коляской прибежать. Еще какие-то. Все можно ради рекорда Гиннесса попробовать, пока не поздно. Так, еще три лайка. Мы ждем. Ну, два. А мы смех считаем за лайк. Да, конечно. Есть. Все. Дальше. Про семью. Как рождение ребенка повлияло на твое мировоззрение? Ну, я стал аккуратней. Я больше стараюсь не рисковать ни в чем. Я теперь все время дважды подумаю, прежде чем, например, вложить деньги в какой-нибудь... Блин, что сказать-то тут. Аккуратней. Но, скажем так, впервые перед поездкой в Кению я подумал, блин, а вдруг что-то случится. До этого я не думал так, а сейчас подумал. И я подумал, блин, надо же как-то это застраховать может себя даже. Вот такие мысли были впервые. Как раз десятый пришел лайк. Четырнадцатый вопрос. Будут ли еще батлы с Киселевым или с кем-то другим? Видимо, понравилось. Все хотят батлы. Я думаю, публика еще не готова. Не готова к новым батлам. Не готовы сами спортсмены. Они еще не отошли от предыдущих разов. Сейчас подождем, чуть-чуть подождем. И Киселев оправится, и все спортсмены оправятся. И можно будет попробовать кого-нибудь ковырнуть. Но просто я не люблю ходить по тем же проторенным дорожкам. Ну, пройденный этап, зачем опять с Киселевым? Ну, разве что в рамках какого-нибудь другого соперничества. Ну, в том батле он победил. Все. Я, поджав хвост, должен убежать теперь. Мне уже не комильфу опять на него огрызаться, пока я без батла его не обыграю. Второй раз лезть на него не стоит. Так, ну, 4 лайка пока. Давай еще. Ну, а с кем может быть батл? Так, ну, я видел, Никитин собирается... О, сейчас, так, тут мне пишут, а мне надо... А если я сейчас сверну, интересно, я вылечу и попробую заморозить? Давай я паузу поставлю и попробую... Нет, это тоже плохо. Тоже плохо сейчас. Сейчас. Можешь... Ох, Искандер. Я не могу написать сейчас. Я тут не могу даже свернуть. Все, так. Идем дальше. Там лайки пришли уже, все равно. Да, есть, есть, да. Давай, 15 вопрос. У тебя осталось 14 минут 20 секунд. Почему в России никто не выбегает из часа на половинке? У многих есть все условия. В мире белые вовсю выбегают. Искандер, у тебя половинка лучше всего получается. Может, ты? Во-первых, в мире белые не вовсю выбегают. В мире всего несколько белых выбегают из часа. Вообще прям капелька-капелька. И при том они тратят на это неумоверную силу. Они живут вообще в Кене практически без семьи. Я не знаю, есть ли семейные люди, которые выбегают. А, ну, Галин Раб выбегал. Он семейный человек. Да, это вот уникум. У нас не такие условия. Когда у нас какой-нибудь спортсмен уедет на несколько лет в Кене и будет там тренироваться, то тогда да. Тогда, я думаю, у него будут все шансы, как минимум, хотя бы для начала рекорд России побить. И второе. Второе. Мы не можем бежать за рубежом. Мы уже несколько лет не бегаем за рубежом. У нас нет таких трасс в России, по которым можно встать и половинку из часа бахнуть. У нас нет компаний, в которые можно так же пробежать. Вот в Казани. Сделаешь в Казани трассу вот такую плоскую, пусть даже километровый круг, но такой, чтобы можно было разогнаться и прям вот эту скорость держать. И пейсеров дашь. Вот тогда мы попробуем на рекорд наметить. Давай, на октябрь. Давай. Ну, и там еще приездные хорошие должны быть. Обсудим. Я думаю, договоримся. Десятый лайк пришел. Давай дальше. Как решил проблему с бегом во время самоизоляции? А, блин, а что я сейчас... Ну, я бегаю всеми доступными способами, тренируюсь. Да, вот так вот. Да, да. Ну, как, я же не буду говорить, что я бегаю на улице. Это как бы не положено, не положено. Ну, бегаем вот как-то, как получается, так и бегаем там. В Кисловодске чуть-чуть попроще с этим. Короче, я зайду на самоизоляцию, я бегаю в Кисловодске. Все, ругайтесь, как хотите, но я буду бегать, пока меня это не оштрафует. Все, не призываю вас бегать, так же в Москве все жестче. Приезжайте в Кисловодск, тут попроще бегать пока. Ну, еще шутка, шутка. Не приезжайте тут, на самом деле вас не впустят, тут вообще не впускают в Кисловодск. Все, закрытый город. Кто успел, тот заехал. Все, все, увы, увы. Сейчас еще два лайка ждем, еще один. Идем дальше. В общем, я вам этого не говорил. Все, я сижу дома, знаете, я там УФП делаю, прыжковые, все. Давай дальше. В какие моменты в жизни ты злишься, или что тебя бесит в этой жизни больше всего? Ой, вот эти два сотки вопросы пошли. Что меня бесит? Что меня может бесить? Степа разве что? Вроде старый уже, все бегает еще быстрее меня причем. На самом деле все, что начинает бесить со временем, ты к этому привыкаешь. Вот в этой жизни, в начало года меня вообще дико бесило, что отмены стартов, всякие события, карантины, политические события, рубль упал, все это бесило. А потом проходит несколько дней, тебе пофиг становится. Так что я не знаю, даже вот сейчас не вспомню, что меня бесит. Все, что бесит, оно быстро проходит. Добро, еще три лайка. Ну, ты в целом такой спокойный, да, человек? Нет, я лучше всего... О, кстати, вот скажу вам. Если вас что-то бесит, и вы на эмоциях, старайтесь в этот момент не принимать жизненно важных решений. Переждите, переспите, подождитесь следующего дня, а потом решайте. Отлично, идем дальше. Как думаешь, почему результаты растут вниз после пяти лет удачных выступлений? Это не перетренированность, точно знаю, написал человек. Ну, организму нужно время, чтобы восстановиться. У людей бывает, что они год отлично бегут, год потом вообще никак, потом год опять отлично. А если они стабильно вниз идут, может быть, вам уже 50 лет? Ну, видимо, он имел в виду про себя, нет? Ну, я имею в виду вот этому человеку. Может, ему уже 50 или 60 лет. Тогда логично, что результаты вниз идут с годами. А у тебя как? Я считаю, два лайка пока только. Или вопрос про меня был вообще? У меня из года в год они улучшаются. У тебя все нормально, да? Все нормально, все нормально. В этом году он вообще скачок на марафоне был бы по результатам, но, увы, пока просто не совпало. Развивай тему. Четыре лайка пока. Как четыре-то? Раз, два, три, четыре, пять. Да там... Нет, а когда ты начал считать? Семь. Я все с задержкой считаю. А они сейчас с задержкой придут. А я не буду ничего говорить. Они сами сейчас. Раз, два, оп, оп, оп. И десять. Все, есть, идем дальше. Какая самая мудрая мысль или фраза, которую ты когда-либо слышал? Ой, началось, блин. Опять ваши философские вопросы. Подскажите самую мудрую фразу. Раз. Все относительно. Все относительно, я сказал какой-то дядя. Ты согласен? Я самую мудрую фразу вам одну уже сказал, до которой сам догадался. Ладно. Скажем так, скажем так, сейчас приходится принимать много решений. И я слышал... Основатель Яндекса когда-то сказал такую фразу Илья Сигаловичу. Его уже нет в живых. Но он сказал такую фразу В вашей жизни самое важное это ваша личная жизнь, ваша семья, ваши дети, ваши родители, ваши близкие. Все остальное фигня. И поэтому, когда вы принимаете какие-то решения, надо в первую очередь отталкиваться от этого. Все остальное не важное. Важнее всего именно это. Ты согласен? Да, абсолютно согласен. Абсолютно согласен с этим. Ну, ждем еще 4 лайка. И, в принципе, можем 3. А ты все относительно согласен? Два. Со все относительно? Ну, это слишком банально как-то. Конечно. Едем дальше. Так. Будут ли еще забеги в различных костюмах от тебя? Это все спонтанно мне приходит в голову. Я это не планирую задолго. Поэтому я не могу так сказать. Хотелось бы, чтобы было. И причем хотелось бы в каком-нибудь необычном костюме. Хотелось бы на какой-нибудь, может, даже рекорд пробежать. Если есть идеи, пишите, в чем мне можно прибежать. Но я думаю, Джокера тяжело будет переплюнуть. Там получилось и выиграть. Не так много костюмов найдешь, в которых ты сможешь еще не просто красивым оказаться, но и выиграть. Джокер, наконец-то, был таким костюмом, где можно бежать свободно, что тебе не мешало. Добро. Часто приходится выбирать между результатами и красотой. Эфендар, есть ли у тебя какие-либо планы на спортивную карьеру сына? Будешь прививать спорт как привычку ему или исходя из желания? Ну, конечно. Я вот сейчас его отправлю уже бегать. Кенек? Буду сажать на объемы сразу же. Ну, вот он начал ходить. Я думаю, объемы надо уже сейчас набирать, начинать. Ну, я думаю, к черту учебу на беге больше можно заработать в России. Поэтому вот попробуем все-таки пойти таким путем. Не будем дожидаться 20 лет, а сразу. Вот, то, что я озвучил, это самый тупой путь. Конечно же, он сам будет выбирать. Я думаю, лучше всего дать ему надо вначале. Те виды спорта, которые дают 20% зарядки осталось. Ой-ой-ой! А что тут зарядка? Ой-ой-ой! Вот, надо... Давай-давай, еще 6,5 минут. 6,5 минут. Вот, выдержим, выдержим. В общем, в детстве важны те виды спорта, которые дают какие-то навыки и помогают мышечной памяти потом запомнить их на всю жизнь. Например, плавание, научиться плавать хорошо на всю жизнь с вами, поиграть в настольный теннис, навык на всю жизнь, покататься на коньках, навык на всю жизнь. Пусть он бросит это дело, покатается в детстве год-два, а навык-то на всю жизнь останется. Поэтому это важно. Важно вот вначале, я считаю, важно дать вот такие навыки. А все, что касается бега, лыжи и всяких циклических видов спорта, особенно где выносливость требуется, там можно и в 25 начать. Ничего страшного. Идем дальше. До какого момента или старта ты с собой и со своей семьей договорились жить в таком ритме в связи со смещением стартов, подготовки, потраченных отпусков и так далее? Ну, это как-то плавно происходило. У меня и семьи-то не было, когда я начинал бегать. Ведь у меня она была еще только девушкой, и в первый раз она увидела, как я... Я начинал бегать, я впервые на серьезных соревнованиях выступил, когда она тоже была зрителем. И получается, она была свидетелем, как я заработал свою первую медальку, как я радовался этой медальке, и каких усилий мне это стоило, и каких эмоций. Я всегда знал, что в Татарстане плохой интернет. А ты поэтому отсюда уехал, да? Да. Я искандер, я программист и марафонист. Субтитры создавал DimaTorzok